Спасибо большое. Сейчас я вам расскажу о дисфункции крестово-повздошного сустава. Это больше англоязычный термин. У нас он чаще звучит в литературе как синдром крестово-повздошного сустава или боль крестово-повздошного сустава. Почему, собственно, синдром? Это не отдельная нозологическая единица. Это боли, которые сопровождаются при различных заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Это часто сопровождают поясничные остеохондрозы, артрозы или заболевания тазобедренных суставов. По сути, это чаще всего функциональные нарушения. Первое, что актуальность. Актуальность проблемы заключается в том, что 15-30% пациентов по различным данным, который обращается с болями к пояснице, на самом деле первично является болевой синдром крестово-повздошного сустава. Также почти 70% неудачно пролеченных остеохондрозов связаны с тем, что не была учтена патология крестово-повздошного сустава, и, соответственно, пациенты не получали прицельного лечения, и неудовлетворительные результаты получались. В чем это проявляется? Это чаще всего болевой синдром, опять же, в одноименном суставе, ирогирующий часто в пах, поэтому путают с проблемами тазобедренного сустава, наружной задней поверхности бедра, опять же, с радикулярными болевыми синдромами, вплоть до того, что доходишь до голеностопных суставов. Биомеханической природы чаще всего. Боль усиливается при сидениях, при наклонах, при подъеме по ступенькам. Тяжело вот так поднимать ногу, просто с этой ноги усиливается болевой синдром. Лежа, стоя, при ходьбе чаще всего боли уменьшаются. Отсутствует какая-либо воспалительная реакция организма, и отсутствуют какие-либо неврологические проявления. Принципиальные отличия от сакроэлита заключаются в том, что отсутствует воспалительная реакция организма. По данным рентгенографии, МРТ, КТ, ПЭТ, КТ, синтеграфии, мы видим нормальную клиническую картину, в отличие от сакроэлита. Сходным является то, что есть локальный болевой синдром, обычно менее выраженный, чем при сакроэлите. Есть и радиации боли, а также срабатывают основные диагностические критерии, это диагностические тесты. Всегда становится вопрос интересным и дискутабельным о анатомии данного сустава. И часто возникает вопрос, а вообще сустав ли это? Это, наверное, одно из самых вариабельных сочленений в организме человека. У одних это сустав, там присутствуют гиалиновые хрящи, суставные капсулы, у других это просто сочленения в виде фиброзных тяжей. И очень часто мы, когда выполняем контрастирование данного сустава, мы не находим там именно истинной полости суставной. Но литературные нам данные говорят, что все-таки это сустав, там есть и навиальный хрящ, задняя часть эндосмоз. Несмотря на то, что возле критерии повздошного сустава проходит огромное количество достаточно крупных сосудов, воскулиризация сустава достаточно скудная. И все препараты, которые принимаются, не вводятся непосредственно в сустав, они достаточно плохо достигают своей цели. Следующий момент, это важный момент, иннервация данного сустава. Почти 70% иннервации, вариабельно в зависимости от отдельно взятого человека, но в среднем где-то 70% иннервации происходит сзади за счет латеральных и медиальных веточек L4-S3 спинномозговых нервов. Передние части, это передние ветки L5-S2 в составе крестцового сплетения. Биомеханически это жесткий сустав, амфертроз. Амплитуда движений там незначительная в норме, 3-5 градусов. Если движение там возникает больше, то возникает более выраженный болевой синдром. Стабилизация обеспечивается грушевидной, средней и малой ягодичной мышцей, а также крестцово-повздошной связкой. Как я уже останавливался, боль чаще всего локализирована в ягодице, и радиирует в пах, боковая поверхность бедра, реже по задней поверхности бедра, голени. Особенностью является то, что никогда боль от крестцово-повздошного сустава не радиирует выше уровня L5 позвонка. Наверх боль не идет. Диагноз в основном ставится на основании диагностических тестов. К ним относятся компрессия, дистракция, упругости бедра, Гаслина, Патрика, Йомана. Золотым стандартом является выполнение диагностической блокады. Коротко остановимся на тестах, потому что это самое важное, каким образом диагностика проходит. Тесты, опять же, обладают различной чувствительностью и специфичностью. В данном случае компрессионный тест. Пациент лежит на боку, надавливаем на область тазобедренного сустава гребни по вздошной кости. Получаем болевой синдром в области крестцово-повздошного сустава, идет напряжение. К сожалению, при дисфункции этот тест имеет низкую чувствительность. Тест при сакроэлитах достаточно высокую. Следующий симптом – это дистракционный. Пациент лежит на спине. Надавливаем на передние и верхние спинномозговые ости, спинно-илиака, антериор, супериор. Тем самым провоцируем болевой синдром в области крестцово-повздошного сустава. Чувствительность этого теста, опять же, при дисфункции достаточно низкая, порядка 33%. Это наши данные, мы вычисляли. Специфичность достаточно высокая – 73%. Однако, опять же, при дисфункции он меньше имеет актуальность, чем при сакроэлите. Следующий – это тест упругости бедра. Один из самых наиболее чувствительных диагностических тестов. Пациент лежит на спине. Стабилизируем крестец одной рукой. Тазобедренный коленный сустав сгибаем. И надавливаем, как бы вдавливаем бедро в кушетку. Тем самым провоцируем болевой синдром в области крестцово-повздошного сустава. Следующий наиболее чувствительный тест – это тест Гаслина. Пациент лежит на спине. Одна нога свисает с кушеткой, другую вот так вот заводим. Тем самым вызываем ротационные движения в тазу. И провоцируем болевой синдром в области крестцово-повздошного сустава. Тест Патрика, наверное, самый распространенный в ортопедии и травматологии для диагностики проблем с крестцово-повздошным суставом. Пациент лежит на спине. Отводим ногу в тазобедренном суставе, сгибаем в коленном. Голеностопный сустав ложим на противоположное колено. Вот так вот надавливающие пружинящие движения вызывают боль со своей стороны в крестцово-повздошном суставе. Его чувствительность порядка 75%. Немного менее чувствительный тест Йомана. Пациент лежит на животе. Надавливаем на крестец, стабилизируем. Отводим ногу к сзади. Тем самым провоцируем болевой синдром. На самом деле вот эти тесты занимают проведение их 2 минуты. Поэтому если вы включите в свой осмотр вот этих 5 или 6 тестов, вы можете четко диагностировать патологию крестцово-повздошного сустава, ее учитывать при назначении дальнейшего лечения, тем самым повышая удовлетворенность ваших пациентов. Также имеет значение большое это комбинации тестов. По сути, если мы имеем комбинацию из 2 тестов, это уже достаточно высокая чувствительность и уже является показанием к проведению дополнительных обследований или дополнительных манипуляций для сустава. Золотым стандартом диагностики дисфункции или синдрома крестцово-повздошного сустава является проведение диагностических блокад либо под контролем УЗИ, либо под флюороскопическим контролем. Используются обычно анестетики короткого или длительного действия. И если совпадает ощущение пациента регресс-болевого синдрома с соответствующим анестетиком, то считается, что диагноз можно ставить положительный. То есть, если, допустим, мы вкололи туда лидокаин, то на 30-40 минут мы получаем уменьшение, вообще исчезает болевой синдром, пациент может спокойно выполнять те действия, которые ранее вызывали боли. Анестетики длительного действия, это такие как нарапин, маркаин, они вызывают регресс-болевого синдрома на более продолжительный период, вплоть до 3-4 часов. И, соответственно, если совпадает, значит, можем уже дальнейшее лечение и сконцентрироваться на крестцово-повздошном суставе. Обязательным моментом является проведение дифференциальной диагностики. Первое, что со спондилоартрозами. Спондилоартрозы чаще всего все-таки беспокоят пациентов старшего возраста, там уже после 65 лет. Почти у всех присутствует в той или иной степени клинически значимый спондилоартроз. Поэтому важным является отметить, где именно болевой синдром и, опять же, диагностические тесты на спондилоартроз. Как уже отмечал, что крестцово-повздошный сустав не болит выше L5-го позвонка. Спондилоартроз как раз более все-таки сконцентрированы в области нижнего отдела, нижнепоясничного части позвоночника. Следующая, опять же, дискогенная патология, потому что иррадирующие боли по боковой или задней поверхности бедра могут быть восприняты как дискогенная патология. Но сопоставление клинических данных и данных МРТ нам дают четко, можно отдифференцировать, от проблем, связанных с грыжами, протрузиями межпозвонковых дисков. Следующая, это патология тазобедренного сустава. Даже если пару дней из-за артроза, из-за какого-то там синавиита и присутствует болевой синдром в тазобедренном суставе, то очень часто перегружается, то есть пациенты начинают щадить сустав, и нагрузка большая припадает на крестцово-повздошный. Соответственно, возникают выраженные болевые синдромы, и вот уже, собственно, вылечили проблему тазобедренного сустава, и надо будет уже сконцентрироваться на проблемах с крестцово-повздошным. И также диагностику необходимо проводить с сакроэлитами, потому что особенно инфекционными, которые выражены болевые синдромы и требующим назначения соответствующей антибиотикотерапии. Консервативное лечение в себя включает нестероидные противовоспалительные препараты, важно также назначение ортезов, бандажи, особенно это жесткие такие, ну не самые широкие, там сантиметров 5-6 жесткие пояса, как вот по типу пожарных, такие, что надо вот затянуть, чтобы блокировать сустав, блокировать в нем движение, и, соответственно, снять воспаление и убираются болевые синдромы. Следующее – это физиотерапия. Ну, наверное, это одно из самых эффективных методов лечения с помощью электрофореза, фонофореза в область крестово-повздошного сустава вводится гидрокортизоновая мазь, снимается локальное воспаление, и часто там за несколько, там за 10 процедур снимаются болевые синдромы. Данной проблемой часто занимаются мануальные терапевты, вправляют его. Тоже достаточно эффективный метод, мы в своей практике его, к сожалению, не используем, и анализировать его эффективность достаточно трудно. Однако, если не помогает мануальная терапия, уже пациенты часто обращаются к нам. Ну, как уже отмечал, нестероидные противовоспалительные препараты являются золотым стандартом лечения различных болевых синдромов, связанных с воспалительными процессами. Ксифокам сбалансированный препарат ЦОГ-1, ЦОГ-2 прекрасно помогает нам в данном случае в борьбе с болевым синдромом. Препарат первой линии, начинаем всегда с нестероидных противовоспалительных, потом уже при необходимости переходим к другим препаратам. Сбалансированный препарат, опять же, снижает риск развития проблем со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому безопасный достаточно профиль. Если не помогают уже вот эти консервативные методы лечения, это как раз то, чем мы в основном занимаемся. Пациенты уже приходят к нам, когда уже прошли первичный курс терапии. Мы рекомендуем проведение лечебных блокад с кортикостероидами в область крестцово-повздошного сустава. Под флюороскопическим контролем в область сустава вводится иголочка, вводится контраст. В идеале, наверное, у одного из пяти мы получаем вот такую красивую картинку, когда контраст распространяется красиво по суставу. Однако чаще мы все-таки видим, что это локальное такое окрашивание в области введения. Однако принципиального значения не имеет. До 3 мл вводим коктейля локального анестетика и кортикостероида. В нашем случае мы любим бетаметазоны, препарат Депос. Это комбинация бетаметазона, фосфата, диприпианата. Это обеспечивает достаточно длительный регресс болевого синдрома. Первая фракция часто слабенькая, бетаметазона, фосфат. Поэтому пациенты ориентируем на то, что максимальный пик регресса болевого синдрома после удачно выполненной блокады будет через 3-4 дня. Однако эффект от этой блокады достаточно продолжительный. За пару лет, 3 года почти мы занимаемся данной проблемой. На сегодняшний день мы уже провели анализ результатов лечения, которые наблюдались у нас больше года, 162 пациентов. На сегодняшний день, наверное, это все-таки каждая третья манипуляция, которую мы выполняем, это манипуляция с крестцово-повздошным суставом. Односторонний болевой синдром был возрастной диапазон порядка 18-91 год. Средний возраст – это порядка 60 лет. Продолжительность болевого синдрома порядка 6 месяцев. Все пациенты получали комплексное лечение без эффекта. Оценка состояния на протяжении 12 месяцев. По этиологии мы сравнили те пациенты, которые к нам обращаются, с данными литературы. По нашим данным, травма в анамнезе была почти 26%, то есть падение на ягодицы чаще всего пациенты отмечали. Следующий вариант – это микротравматизация. Это чаще молодые люди, спортсмены, бегуны, теннисисты, прыгуны. Как раз это порядка, возраст средних 20-30 лет, которые монотонные движения, постоянные. Также идет травматизация данного сустава, порядка 10% наших пациентов. После естественных родов, если не проходит болевой синдром, через несколько недель к нам тоже обращаются с данной проблемой. В данном случае эффективно у нас это 4,5% пациентов. По данным литературы это почти 7% пациентов. Следующие – это биомеханические причины. То есть пациенты с проблемами чаще всего в тазобедренном суставе. По нашим данным это почти 27% пациентов, по литературе – 12%. Мы обосновываем это тем, что все-таки я работаю в институте ортопедии и травматологии, где эти пациенты больше сконцентрированы. За границей, точнее, как вот эти литературные данные связаны с тем, что автор, на кого мы ссылаемся, он сам анестезиолог, специалист по минимально инвазивным методам, поэтому, наверное, либо проблемы с диагностикой у них были, либо все-таки концентрация пациентов других. Следующий момент – это стабилизирующие операции на позвоночнике. У нас это 1% пациентов, по данным литературы – порядка 3% пациентов. Ну, наверное, разве обосновано тем, что все-таки у нас реже проводятся эти операции, там более массово, но фактически, если блокирован уровень L5-S1 с помощью транспедикулярной фиксации, нагрузка возрастает на крестцово-повздошные суставы и достаточно часто все-таки это проявляется в виде болевого синдрома. И также проблем, также выделяется группа идиопатических, то есть причины заболевания выявить не удалось. Мы проводили анализ результатов по данным опросника ВАШ, Роланд Моррис – это качество жизни, ОСВИС-3 диссабилити индексы, также рассчитывали индекс выздоровления. По данным ВАШ вначале к нам обращались пациенты с болевым синдромом порядка 7, после процедуры болевой синдром снижался и на протяжении 12 месяцев мы получали достаточно хорошие показатели. Данные болевого синдрома коррелировали с оценкой качества жизни, соответственно, тоже пациенты могли более себя вольно чувствовать и лучше получали эффект. Идеального результата, к сожалению, большая часть больных у нас пожилые люди, соответственно, присутствовала патология еще нижнего отдела позвоночника, тазобедренных суставов, поэтому, решая вопрос только боли в крестово-повздошном суставе, мы не могли добиться для них идеального результата. Все-таки какой-то компонент боли, связанный с первичной патологией, оставался, и поэтому, к сожалению, у молодых людей можно добиться, конечно, хорошего идеального результата. Индекс выздоровления у нас – это расчет, по сути, сколько процентов болевого синдрома, он рассчитывается по освоистри диссабилити индекс, насколько улучшилось состояние здоровья, то есть более 50% – это зелененькие, исчезает более зеленая зона, желтая зона – это порядка 20-40%, красная – до 20%. Также у пациентов, у некоторых мы отмечали ухудшение состояния после, ну, то есть по отношению к изначальным данным, как сразу после лечения бывало, так и в отдаленных результатах. Мы сравнили наши данные с данными литературы, данные литературы тоже показывают, что порядка 92% пациентов, 83-88% удается стабильно добиться хорошего результата лечения с помощью внутрисуставных инъекций кортикостероидов. Следующий вариант лечения – это радиочастотная нейроабляция. Достаточно новый метод лечения, у нас мы применяем его буквально пару лет. Википедия нам дает такую интерпретацию, это таргетный, безопасный, эффективный метод лечения болевых синдромов, которые, ну, по сути, это коагуляция нервов. Как я вам уже отмечал вначале, когда иннервацию рассказывал, что иннервация крестцово-повздошного сустава проходит за счет латеральных и медиальных веточек L4-S3 спинномозговых нервов, то, по сути, как бы пережигая данные веточки на месте выхода этих нервов, мы блокируем болевой синдром в области крестцово-повздошного сустава. Метод достаточно, ну, это уже больше, наверное, палеотивный, когда вот боль прогрессирует, ничего сделать не можем, пациент мучается, то есть это не решение самой проблемы, это решение проблемы исключительно болевого синдрома. После пережигания нервов, ну, гистологически это валерово-дегенерация нерва, по сути, разрушение дистальной части аксона, через, в течение где-то года происходит его восстановление и, возможно, восстановление, опять же, прежнего болевого синдрома. Так вот это выглядит под флюроскопом. Такие тоже красивые картинки, как вот проходят эти нервы. По нашим данным, мы уже провели порядка 17 таких процедур. Это мультиполярная нейроабляция. В 74% пациенты отмечали облегчение болевого синдрома по 10-бальной шкале с 8 до 3,5. Продолжительность эффекта у каждого разная была. У нас, в принципе, от 4 до 16 месяцев. Возможно проведение дополнительных процедур при их эффективности. У нас есть пациент, который уже 3 раза получал данную процедуру. Помогает где-то на полгода, но приходят снова, потому что, к сожалению, ничего другого не получается, никакие другие методы не позволяют облегчить этот болевой синдром. И коротенькие выводы. Диагностические тесты в комбинации с диагностической блокадой позволяют эффективно диагностировать патологию крестцово-повздошного сочленения и дифференцировать ее с диской и артрогенной патологией поясничного отдела позвоночника, а также дегенеративными заболеваниями тазобедренных суставов. Применение внутрисуставных инъекций кортикостероидов при болевых синдромах на фоне дисфункции крестцово-повздошного сустава показало высокую эффективность и длительный эффект. Так, достоверное снижение боли более чем на 3 балла по ваш срокам на 12 месяцев отмечали 58% пациентов. И радиочастотная нейроабляция латеральной и медиальной веточки спинномозговых нервов L4S3 имеет более продолжительный эффект и используется при неэффективности внутрисуставных инъекций. У нас буквально на прошлой неделе вышли практическое пособие как раз по данной проблеме дисфункция крестцово-повздошного сустава. Если вам будет интересно, связывайтесь с Галиной Бондаренко и согласовывайте, как вы можете такое пособие получить себе. Спасибо за внимание. Если сейчас есть возможность, я вам буквально за 2 минуты покажу, как проводятся данные тесты. Всегда мы начинаем осмотр с положения на спине. Мы обычно проверяем с ортопедической точки зрения. Мой осмотр, может быть, отличается от осмотра невропатолога. Меня часто невропатологи критикуют. Ставка сделана на ортопедическую часть. Всегда мы проверяем, в первую очередь, симптом ЛАСЭГО, нету ли натяжения. Следующее – сгибаем в коленном тазобедренном суставе, просмотрим объем движений в тазобедренном суставе. Следующее – с пружинящими движениями к одноименному плечу. Также может усиливаться боль в области крестово-повздошного сустава. Следующее – можно стабилизировать крестец и вдавливающими движениями вдавливаем бедро в направлении кушетки, провоцируем болевой синдром. Следующее – симптом Патрика. Таким вот образом проводится. Опять же, спрашиваем, куда больше отдает боль. Боль крестово-повздошного сустава отдает кушетки сзади. Если болевой синдром провоцируется в передней части, это чаще всего проблемы с тазобедренным суставом. Также вот такие движения могут вызывать боли в крестово-повздошном суставе. В эту сторону – это все-таки тест на суставную губу тазобедренного сустава. Следующее – симптом дистракции. Надавливаем на передние ости. Дальше переворачивайтесь на этот бок. Это мы все проводим тесты на правый крестово-повздошный сустав или на правый тазобедренный сустав. Поднимаете эту ногу, держите, я надавливаю. Это симптом на среднюю ягодичную мышцу в сухоскарте. Дегенеративные повреждения средней ягодичной мышцы также могут вызывать болевые синдромы в этой области. Следующим образом надавливаем компрессионный тест на крестово-повздошный сустав. Дальше, мне надо, чтобы вы посвестили на край тазобедренного сустава. Ложитесь. Симптом гастлера. Таким вот образом проводится в другую сторону ротационные движения в области таза. Вставайте и на лицом вниз. Ложитесь на жир. И последний, также на правый, симптом йомы. Также в любом случае отмечаем, надавливаем на проекцию прессово-повздошных суставов. Можем получить усиление болевого синдрома. Все, вставайте, спасибо. Довольствие отвечать на ваши вопросы. Вот эта нейроабуляция, он очень эффективный. Может быть он кажется таким немножечко жестоким неврологом, а на самом деле у меня есть пациентка, которую Яков Витальевич все-таки спас от болевого синдрома, ничем не купируемого. У меня, если будет такой вопрос, Яков Витальевич, куда направлять пациента в центр боли, в институт ортопедии? В институт ортопедии. Это как раз, Татьяна Николаевна, вот эта пациентка, которая три раза уже получала. И как раз совсем недавно мы с ним для этого, да. Единственный метод, который ей помогает. Два запитания, если можно. Первое, тест Гаслинга. Ви его проводите лежачи на спине. Багато людей, которые занимаются проблемой, проводят его лежачи на боку. Чи є на Вашу погляд різниця, як эффективніше? Спасибо за вопрос, Михаил Михайлович. Есть еще несколько вариантов. Вот последний, который я показывал, вариант. Это то, что я сейчас в нем больше всего импонирую. Там даже на слайде я показывал немножко по-другому. Когда пациент лежит, свисает ягодица с кушетки, мы проводим. Чтобы объем движения поступить. Это ограничено, это объем движения. Это замечательно. Но, да, но на боку тоже, к сожалению, ограничен объем движения. А вот тест, когда на краю кушетки, пациенты все-таки это часто возрастные и боятся упасть с этой кушетки. Поэтому вот именно вот такая интерпретация теста, вот за два года, я понял, что она первое, что никто никуда не падает, никто никуда не боится упасть. Объем движений, если просто здесь немножко ограничено, это нестандартная высота кушетки. Все-таки нога свисает нормально, то есть прямая нога, она не стоит на полу. Обычно этого достаточно. Обычно достаточно. На боку я тоже как бы знаю эту интерпретацию теста. Однако там тоже надо немного перезагибать. И часто вот бедро убирается кушетки. Морис сам просто иногда ограничивает движение. Ну, все не упирается ни в один единственный тест, поэтому нас интересует комбинация тестов. Тест на четвергентах свисает человеку голову, который вы используете как биоментальный тест в реальному сублогу. Когда вне комбинации свисает, а інши стоят на кушетке, и вне ухо на кушетке. Мануальники терапевти часто вы используются тесты дисфункции в реальному сублогу. Ногами-нозой висит. К сожалению, Михаил Михайлович, в своем понимании, нельзя объять необъятное. То есть, как бы здесь, наверное, есть еще не один этот тест. Есть еще порядок определенных тестов, которые также возможно применение. Однако все мы для себя составляем определенные алгоритмы наших диагностики. Вот лично я для себя выбрал именно такую комбинацию тестов, которая меня удовлетворила. Мы даже провели, вот у нас есть две статьи относительно диагностической информативности. Мы сами рассчитывали данную чувствительность и специфичность, и все остальные показатели информативности этих тестов. Они нас полностью удовлетворили. Причем, что интересно, как бы вот, если вы заметили, чувствительность у нас везде рассчитана четко, а специфичность везде обычно низкая. Это связано с тем, что мы не брали, к сожалению, верифицирующим процедурой этих тестов является диагностическая блокада. Если бы мы взяли 100 волонтеров, которых ничего не болит, проводили эти тесты и делали им блокаду, тогда бы мы могли бы эту специфичность поднять тоже в наших исследованиях, там до 90 с чем-то процентов. К сожалению, ну такая процедура, я не знаю, как бы, чтобы сделать вот такую блокаду, что желающих найти, наверное, здоровых людей будет проблематично. Поэтому вот специфичность мы, вот, к сожалению, не смогли дотянуть до нормальных цифр. И, очень хорошо, дякую. Еще одна закинчена и остальное запитание. Я понимаю, что мы порушили все регламент, но так пошло, так пошло. Питание обовязковое. Мы говорим про идиопатичное порушение закрываемого сублога, про дисфункции. Мы лично пока еще нет. Пока еще нет. Но к этому все идет. Сейчас у нас есть определенная группа пациентов, которые уже мы все попробовали, не помогают. И, действительно, как бы уже при такой массовости у нас есть 3-4 человека, которые, в принципе, кандидаты на стабилизирующую операцию крестцового повздошного сустава. Метод есть. Причем у нас подход какой? В первую очередь мы анализируем все-таки данные литературы достаточно вот тщательно, чтобы что мы потом получим и что мы можем получить. Все равно это функциональные нарушения. Нарушается биомеханика. Когда мы нарушаем биомеханику позвоночника нижнепоясничного отдела, нижнепоясничного отдела стабилизирующими операциями уровня L5S1, где максимальное движение, максимальная нагрузка, мы получаем дисфункцию крестцово-повздошного сустава. Блокируя крестцово-повздошный сустав, мы получим тоже биомеханическую вот эту вот каскад реакции проблем с другими суставами. Поэтому, да, такой метод есть. Он имеет право быть и в ближайшее время наверняка мы будем его использовать. Есть достаточно много различных имплантов, которые используются. Специфических имплантов для крестцово-повздошного сустава, к сожалению, на Украине еще не зарегистрировано. Да, понятно, можно туда вкрутить обычный груз, какой-то ортопедический. Это тоже как бы возможно. Но мы работаем над этим, и думаю, в ближайшее время, в ближайшие пару лет, мы уже сможем поделиться результатами стабилизирования крестцово-повздошного сустава. Спасибо большое. Первый вопрос. Не отмечали ли Вы усиление болевого синдрома после рецидива боли? В момент, как Вы сделали аппляцию, через 6 месяцев возникает болевой синдром, еще более резкий, чем он был. Да, отмечали. Поэтому, да, часть пациентов, все-таки мы отдельной графой, ухудшение там все-таки было процентов. Ну и не получается ли у Вас, что после аппляции только аппляция? Потому что я так понимаю, что возникает явление жесточайшего нейрофиброза, который крайне трудно поддается лечению кортикостероидной терапии и любой другой терапии. Абсолютно согласен. И я отмечал, что это, в принципе, палиативная процедура, которая уже когда-то ничего другого не помогает. И исключительно ее задачей является не лечение проблемы, не устранение проблемы, а в чистом виде исключаем, убираем болевой синдром. Да, это не идеальный метод. Однако, эти пациенты, которые все-таки прошли эту процедуру, они чаще всего довольны и приходят при необходимости второй-третий раз. Спасибо. Больше не буду.